Привет всем, кто смотрит мой канал. Я уже снимаю третий раз. Снимаю я на телефон, поэтому то звонки, то не так свет падает. Покупки. Сегодня у нас покупки. И начну я из декоративной косметики. Вы знаете, что я... Давайте начну с кисти сначала. Вот такая вот кисть. Это, я так понимаю, аналог на кисти Real Techniques. Это, не знаю, первый раз встречаю марку. Салон, профессионал, кисть CL20-1. Хорошо выполнена, аккуратненько. Не вижу никаких придраться ни к чему. Мягенькая очень. Я ее купила на смену своей кисти для пудры от Mary Kay, вы знаете. Но она уже такая, какая-то колючая для меня. И я захотела вот что-то мягенькое. Это очень приятно. Похоже, кстати, на кисти от Hakura. Они тоже бюджетные, но от этой кисти намного дороже. И эта кисть на Parfums стоит 100 гривен. С акцией вышло там что-то 99 гривен. Ну, то есть, цена, сами понимаете, очень бюджетная. Не знаю, как поведет себя после мытья. Увидим. Обязательно отзовусь. Если вы покупали такую кисть, напишите мне, как она вам, как ведет себя и как она в практике. Ну, пока мне нравится, а там посмотрим. Дальше. Вы знаете, что я люблю... Стала таким, скажем, фанатом белорусской косметики. Много продуктов мне там понравилось. И одни из них это карандаши. Карандаши я купила для губ. Сейчас один из них у меня на губах. Это карандаш от Luxe Visage. Пинап ультрамат 207. Вот такой вот карандашик. Вот такой оттенок имеет. Нюдовый такой. Ну, я бы сказала, что это такое кофе с молоком. Ну, хорошо, кстати, смотрится. Просто я не увлажнила губы перед нанесением. Поэтому... А сами по себе губы у меня сухие, как вы знаете. Поэтому у кого губки подколоты, да, будет смотреться вообще круто. Ну, а если вот такие, как у меня, просто нужно увлажнить. И тогда будет тоже ложиться хорошо. Сравнивает... На ютубе есть девочка. Наташа Белоруссия, по-моему. Или Беларусь, как-то так. Вот она... У нее я увидела эти карандаши. Она говорила, что они даже лучше, чем Мак. Хотя по цене во много-во много раз как бы бюджетней. Ну, не знаю. Мак я не пробовала. А вот тут эти карандашики мне понравились. Вот этот с этим я, конечно, немножко... На сайте не такой оттенок был. 209. Он оказался вот таким вот цветом фукси, можно сказать. Но вот я его тут... Немножко это, и он остается. Он не стирается полностью. То есть карандашики хорошо наносятся, мягко. Как такое, как маслечко по губам расходятся. Но вот видите... Сейчас пойду пить кофе. Увидим, как они будут себя вести. Эти карандашики. Но говорят, по стойкости они очень-очень стойкие. Так что увидим. Дальше два карандаша для слизистой покупала каял. Черный и шоколад. Вот я их нанесла. И это они уже... Я их уже потерла. То есть они не стираются. И действительно, они очень стойкие. Но увидим, как на слизистой. Здесь что-то мокрого нету. А слизистая это совсем другое дело. Но опять-таки, по отзывам девочки писали, что они держатся с утра и до самого вечера никуда не слазят. Я такие карандаши давно искала. В разных марках, но не находила. Карандаши, допустим, от L'Oreal. От Infible. Которые такие, они прям... Они насыщенные. Я покупала синий и черный. Они насыщенные. Классные цвета. Но когда я их наношу на слизистую, все. У меня глаза... Слезы катятся градом с глаз. Ну, как бы раздражают глаз. Не подходят они мне. И другие карандашики, более бюджетные, более дорогие, они мне, ну, как-то слазят все. Ну, посмотрим, как поведут себя эти. Опять-таки, цена у них бюджетная. Так что экспериментировать можно. Ну, а если еще они будут качественными, я вообще буду прям... Белоруссия меня добьет, наверное. Мне очень понравился хайлайтер их. Очень понравились вот эти вот карандашики. Один из них вот классный прям. Они мне чем-то напоминают мои карандашики от Гош. Любимые. Вот. И помадки у них есть тоже. Ну, помадки я бы не сказала, что вот это именно серии Pin-Up. Мат, ультрамат. А я бы не сказала, что они прям... в черном хутлярчике, что они стойкие, они не стойкие. Вот жидкая матовая помада тоже у меня есть. Вот она действительно стойкая, то есть она выдержит у вас целый день. Ладно. Дальше. Это что касается декоративной косметики. Теперь уход. В уходе я... Опять-таки, знаете, что я люблю чистая линия, тоник. Я им, в принципе, пользуюсь постоянно. Но иногда бывает мне надоедает. Думаю, дай-ка что-нибудь попробую. И снова возвращаюсь к нему. И вот опять-таки я вернулась к нему. Для сухой кожи вот такая вот. Не знаю, сколько здесь миллиграмм. 100 миллиграмм. Приятный аромат. Такой свежий, травянистый. Как вся продукция чистой линии. У них такая отдушка идет травянистая. Такая чистая какая-то чистоты. Какой-то такой, не знаю. Вот. И взяла умывалочку. Тоже 100 миллиграмм. Это умывалка идеальная кожа. 36 гривен 50 копеек у нас в магазине. Стоит... Ну, у нас в разных магазинах цена разная. Так что... Что она делает? Предотвращает прыщи. Содержит цинк, мята, ромашка. И не сушит кожу. Ну, мне нравится. Косметику я вот глаза не смываю мицеллярной водой. А наношу сразу, смываю вот этим вот средством. Это гельчик такой. Такой же аромат чистой линии. Очень приятный. И он сразу смывает все у меня. Макияж глаз. Ну, все хорошо. До скрипа все смывает. Так что... Обратите внимание. Бюджетная очень... Бюджетная марка. Ну, вот чистая линия крема мне там не нравится, конечно. Ну, как бы... Может, для молодой кожи. Но для такой кожи, как моя, допустим, мне маловато. Не хватает там компонентов каких-то, которые бы питали, увлажняли. Ну, слишком все мало. А вот именно умывалка и тоник для меня прям подходят классные. Теперь израильская марка Health & Beauty на минеральной основе сделана. Не на минеральной основе, а на минеральной грязи, или как оно там правильно сказано. Крем с легкой текстурой для лица. Значит, что в нее входит? Витамины. Где-то я здесь читала. Сейчас уже не вижу, что сюда входит, какие компоненты. Таким маленьким шрифтом пишут, что ничего не увидишь. Так, крем с легкой текстурой для лица и шеи. Легко впитывается, насыщает кожу необходимой влагой, разглаживает морщины, подтягивает, придает более четкий контур чертам лица, делает кожу обновленной и сияющей. Содержит минералы мертвого моря, комплекс, стимулирующий выработку молекул коллагена и эластина, обогащен витаминами С и Е, маслом облепихи, жажоба и календулы, необходимыми жирными кислотами. Омега-3 и Омега-6. Для кого этот крем рекомендуется? Для женщин со зрелой кожей, нуждающейся в интенсивном уходе. Почему я купила именно этот крем? Потому что, знаете, когда человек переживает какие-то стрессы, то весь внутренний стресс переходит, как бы отзеркаливается на внешности. И моя кожа была, на лице была мне в очень как бы хорошем виде, поэтому я купила вот такой кремчик, и мне очень нравится. Мне нравится это стекло, для кого это важно. Вот такая вот. Аромат просто божественный. И он действительно легко впитывается, нету ни пленки, ни жирной, ни липкой. Аликс. Ни липкой, ни жирной. И хорошо насыщает влагой. Действительно, вот чувствуется вот это, знаете, когда натягивается лицо. Саш, ну не кривляйся. Когда натягивается лицо, и лицо мое стало выглядеть более, более, скажем так, более хорошо. Вот как-то не так явно морщинки видны, знаете. Не так вот как-то все прям то прям бросалось все. Резкие такие морщинки у меня стали появляться. А это как-то все так разгладилось немножечко. Я не скажу, что уберутся прям морщины. Конечно же, это скорее всего нужно делать уколы. Мы об этом уже говорили. Поэтому, но если вы хотите привести свою кожу более-менее нормальный вид, да, вот, чтобы с эффектом не просто крем питательный, там, а чтобы что-то работало, да, то вот присмотритесь. На сайте я покупала не помню на каком именно израильской косметики. Там разные их марки есть. И вот вы знаете, у меня маска для волос есть этой марки. Мне тоже она очень понравилась. поэтому я как бы начала читать про эту косметику, отзывы и вот набрела на этот крем. Еще хочу докупить сыворотку. Вы извините, я смотрю вот как бы туда, а надо смотреть в камеру. Никак не приучу себя. Сыворотку от морщин. Вот были праздничные вот эти скидки. Там было, конечно, немножко дешевле все. Сейчас смотрю, уже цены стали на свои места. Вот сыворотка стоит 500 с хвостиком. Тоже точно цены не скажу. Нужно смотреть. Можно посмотреть на мейкапе, но вы знаете, что с мейкапом я сейчас немножко не дружу, поэтому как бы есть на мейкапе. На парфумсе нету. Ну, вот можно купить в других интернет-магазинах. Этот я по скидке покупала за до 300 гривен, но сейчас уже там цена выше стала. Поэтому присмотритесь. Очень качественный, хороший, работающий крем. Если кому интересно, неплохая марка. Буду заказывать, хочу до отъезда в Чехию заказать себе еще крем и еще сыворотку увидим. И, кстати, напишите, если вы хотите видеть, мы будем снова ехать с семьей в Чехию ненадолго, но хотите ли, чтобы я вам сняла, как мы туда будем ехать, то есть, где мы будем останавливаться, что мы там будем, где будем перекусывать дорогу. Если вам интересен этот формат, то дайте мне знать, напишите и я буду снимать. Вот. Так что, да, вот такое у меня коротенькое, по-моему, коротенькое видео было. Обязательно отзовусь об этих продуктах, карандашики и кисть. На этом все. Если вам было полезно, ставьте пальчики вверх, поддерживайте меня, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы видеть новые видео и увидимся, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...